Прежде всего хотелось бы поздравить команду «Арсенал» с выходом в Премьер-лигу. Наших болельщиков поблагодарить за поддержку, которая была оказана нам. Что касаемо самой игры, я считаю, что тот праздник, который сегодня, даже в эту такую погоду не очень хорошую, удался. Две команды играли в футбол, хороший футбол, с минимумом голевых моментов, которые тянули бы на стопроцентные моменты. И считаю, что хорошая игра, с чем я вас всех и поздравляю. И хочу отдельно поздравить моего друга Сергея Алискановича с выходом в Премьер-лигу. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы Павлу Пантелеевичу. Представляйтесь. Сергей Алисканович, скажите, пожалуйста, Слава Пантелеевичу, вы еще не утратили математических шансов тоже выйти в Премьер-лигу. Стоит ли задача перед пакетом все-таки такая? Ну, у нас остаются только, наверное, математические или теоретические шансы. От нас ничего не зависит. Если Астрахань сыграет в ничью, мы теряем всякие шансы. Но каждый футболист, чисто любивый руководитель, тренер мечтает, наверное, о том, чтобы добиться максимального результата. Но тот результат, который показан командой «Факел» на данный момент, шестое место мы уже гарантированно занимаем шестое место, можем подняться немножко выше, немножко выше. Но тот результат, который есть на сегодняшний день, я считаю, это достойный результат в связи с тем, что команда только первый год играет в футбольной национальной лиге. И со всеми сложностями, с травмами, с ротацией состава, с молодежью, которая к нам пришла, я считаю, что нормальный результат. А так, если мы сохраняем какой-то теоретический шанс, то если будет предоставиться такая возможность, естественно, что мы будем стараться попасть туда. Но шансов мало. Спасибо. Следующий вопрос, коллеги. Пожалуйста, Юрий. Членов Юрий Турский футбол. Мы увидели матч думающей команды «Факел Воронеж». Это матч был двух тактик средних линий, потому что все решалось в средних линиях, да? Это так? Ну, в принципе, да. Здесь борьба за инициативу прошла, но мы осознанно понимаем то, что у команды «Арсенал» объективно, если брать по составу сильнее и поопытнее ребята, и именно вот сильная средняя линия. Поэтому мы осознанно отдали инициативу первый тайм и до забитого мяча. Пытались играть строго в обороне. В принципе, таких вот каких-то провалов. Были там тактические ошибки в центральной зоне, но они не фатальный характер носили все. И уповали мы на быстрые атаки. Если по первому компоненту более-менее, то атак как таковы были, ну, концовки где было. Вот именно последнего паса, завершающей стадии нанести удар, в конце вот только штрафной заработали и перекладили. А когда стали проигрывать, поменяли тактику. Мы играли с одним, с двумя опорными, три полузащитника, один форвард. Выпустили второго форварда, поменяли на 4-4-2, нужно было отыгрываться. Поэтому, да, борьба шла тут такая, за инициативу. Ну, команда «Арсенал» именно в этом компоненте, в средней части поля, она более опытная, более мастеровитая. Пожалуйста, следующий вопрос. Сергей. Да, Пантелеич. Сегодня мы увидели факел, который действительно быстро атаковал и едва не отыгрался на последних минутах. И при этом на своем поле этой весной вы проиграли и Хабаровску, и Зениту-2. Какой факел этой весной более настоящий, если можно такое разница? Ну, тот, который вы видели сегодня, мы проиграли и Хабаровску, и Зениту-2 в самых концовках. Мы имели преимущество и в той игре, и с Хабаровскими, и это, проиграли в концовке. Потому что великое желание было победить все. Ну, у нас проблемы, проблемы большие составы, травмированные. Много молодежи, я уже говорил, пришло все. Поэтому такая ситуация. Следующий вопрос. Если позволите, виновнику торжества давайте задавать вопросы все. Но если я отвечу, ради бога, нет проблем все. То есть, Сергей Александрович заслужил вместе с командой того, чтобы вы задавали вопросы, получали ответы и чествовали своей команде, то, что сделали после игры. Спасибо. Вопросы, Сергей Александрович, пожалуйста. Давайте сначала мнение по матчу, да, Сергей Александрович? Ну, я соглашусь с его коллегой. Игра была ровная. В какой-то эпизод мы забили мяч и довели игру до победы. Мы понимали, что матч будет трудный, потому что нам нужно было найти мотивацию на последнюю игру. И главной нашей мотивацией были, конечно, болельщики. Мы понимали, что это последняя игра, надо достойно закончить чемпионат дома. И хотя уже главную задачу мы решили. И были определенные сложности именно вот в этом. Но ребята собрались и все, что могли они делать, тем более уже накопились большое количество травм. И Айдов не играл, и у нас Мастов уже не играет, он сейчас будет оперироваться. То есть у нас были и ротат в составе, но в целом все ребята, которые вышли, они сыграли на пределе того, что они все и могут. Потому что несколько человек играли, в принципе, с незаличными травмами. Но мы дорожим своими болельщиками, поэтому играем изо всех сил. Другое дело, что ты можешь получать, что ты не получаешь, это уже второй вопрос. Но то, что ребята душу вложили в игру, это однозначно. Коллеги, ваши вопросы, Сергей Александрович. Пожалуйста, Борис. Борис Сергеевич, прежде всего, спасибо вам огромное за этот великолепный вздох, который команда под вашим руководством показала. И, может быть, вопрос, ну, вы наверняка до конца мне ответите, ротации состава под МФПЛ на сколько примерно будет процентов? Ротации будет, но еще раз говорю, революции не будет, будет революция. Революции мы делать не будем, мы будем ориентироваться на тот костяк, который есть, но добирать будем обязательно. Все позиции, все линии требуют усиления, однозначно. Мы знаем, кого брать, и эти переговоры ведутся. В принципе, мы уже занимались не только завширью, но и после завширью, но и после завширь, что мы это имеем в виду формирование дубля. То есть мы занимаемся над этим вопросом. Я у меня есть 100% уверен, что мы там будем брать достойно. Пожалуйста, следующий вопрос, коллеги. Владислав Волошин, аргументы и факты в Туле. Я не уверен, что этот вопрос стоит адресовать вам, но, возможно, вы можете повлиять на ситуацию. Будет ли отправлена медаль этого первенства в ФНЛ Сергею Гебиктуру Геннадьевичу Булатову? Затем вопрос у руководства Губа. Так, пожалуйста, вопрос у главного тренера по существу. Пожалуйста, коллеги. Сергей. Сергей Александрович, вы упомянули о том, что на сегодня мотивация была болельщики. В Иркутске уже, соответственно, тульских болельщиков будет гораздо меньше, чем сегодня. Каким будет предположительно состав на матче с Байкалом? Я могу сказать так. Когда у нас несколько человек имеют карточки, я сказал вам, если вы получите умышленную карточку, чтобы не ехать в Иркутске, вы поедете первыми. Послушайте. Я не знаю, как он сказал. Мы закончили, да, мы решили задачу большую. Надо уважать свою команду, надо уважать своих болельщиков. И как бы там ни было, мы поймем туда и будем играть. И у нас есть недельную подготовку. У нас за трое ходу, и поздраво у нас вечерняя тренировка. И мы готовимся к этому выезду и будем так же играть. Другое дело, конечно, много накопилось. Много травмировано, и действительно, может, кому-то дадим отдохнуть. Ротация наверняка какая-то будет. Но мы будем готовиться серьезно. Мы не едем туда, мы не едем туда играть. А уж как получится, я не загадываю. Но мы будем играть. И за все те люди, которые выйдут на поле, они будут все, что умеют, все давать играть. Коллеги, пожалуйста, следующий вопрос. Дмитрий. У нас, Михаил Иванович, подсознава, ожидается обращение каких-то игроков, которые не нравятся? Я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю, о чем вы говорите. Мы обсуждали эту тему. Но, во-первых, люди играют, они какие-то контракты, они действующие. Другое дело, ряд футболистов, которые ушли, они мне нравились. Это хорошие футболисты были. Они, как футболисты, мне нравились. Ну, это вопрос такой. Не могу ответить вам на 100%. Но если будет, то я буду только рад. Там есть пара футболистов, которые я взял в судоросы. Пожалуйста, следующий вопрос. Юрий. Членов Юрий Тубский футболистов, что нужно сделать еще для тульского арсенала, чтобы каким-то образом усилить игру, кроме ротации состава? Может, финансы какие-то, может, совершенствовать базу? Что еще? Что вас волнует сейчас? Меня все волнует. Меня волнует высота газона, как они стригут. Меня волнует, как они питаются. Меня волнует, как они восстанавливаются. Меня много волнует. У меня есть вопросы, которые мы по базе. Уже есть моменты, которые мы достраиваем, делаем. Есть работы по полю, которые делаются. Есть по формированию команды. У нас много-много вопросов, которые в конечном итоге влияют на результат. Я еще раз говорю. Ведется такая всесторонняя большая работа во всех направлениях. Другое дело, что уже через два месяца надо будет играть, и я просил ребят отнестись к этой неделе, которая есть, о очень серьезном, потому что я ее считаю уже не окончанием сезона, а подготовку к следующему. Кто не проявил себя, проявляйте, кто проявил, доказывайте свое право на жизнь, поэтому я их не отпускаю еще, они все работают. Пожалуйста. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, вот сейчас существует в поле команда «Арсенал-2», нужна ли она вам, как тренеру премьер-лиги, потенциально эта команда будет? Вы знаете, я сразу могу сказать, во-первых, в этой команде на сегодняшний день команда должна служить резервом для первой команды, и ребята там, которые сегодня, я считаю, что она должна быть помоложе, но дубль будет создан как раз, и мне важны ребята, которые 18, 19, 20 лет, которые до 22, если они не попали в основной состав сюда, или хотя бы в команду, они должны играть в первой лиге, еще в каких-то командах, ну, зарабатывать деньги, играть, любиться. А команда – это резерв, лаборатория, где надо готовить футболиста для первого состава. Не всех ему надо привозить, не всех надо где-то добирать, но можно и готовить своих, потому что есть масса футболистов, которые по 17, по 18, по 19 лет, которые сейчас на хорошем уровне, но их надо посадить на хороший тренировочный процесс, и чтобы они были в одной пряжке с первой командой. И есть такие пацаны. Мы этим вопросом занимаемся. Следующий вопрос, пожалуйста. Владислав. А по поводу тренера по физподготовке есть ли сейчас? Есть тренер по физподготовке, у нас и был. А, как вы пришли? Нет, он был, но он подконтролен. Они подконтролены все абсолютно. И тренер по физподготовке тоже. Он не занимается достойно, он занимается в рамках той программы, которая ведется. Кто же за это отвечает, все, главный тренер. Снимает не его, а главного, поэтому все подконтрольно. Пожалуйста, следующий вопрос. Александр. Алексей Александрович, вы сказали, что газон по-хорошему завтра надо было перестелать, но только 30-го аукционов. Вы не можете там как-то повлиять? Я не могу. Я был на совещании. Мы на совещании были, там есть такие процедуры, моменты, которые я никак не могу влиять. Я знаю эту проблему, поэтому никак. Люди знают об этом и руководители, они занимаются в рамках. Не придется ли первых пять игр играть на выезде? Или на резервном стадионе? Да нет, думаю, не придется. Потому что люди понимают, что, ну, пусть попросить первых на выезде играть, в принципе, это было бы нормально. На выезде вообще легче начинать. Потому что перед своим болельщикам все начинают сложные переговоры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова